Всем привет! Тема моего эфира 7 инстаграм-трендов 2022 года. Поговорим о том, что будет важным в следующем году, на что нужно обратить внимание, какого контента нужно выпускать больше. И прежде чем я перейду к освещению этой темы, хочу представиться. Меня зовут Лилия Бойко, я основатель инсташколы BloggerMaker и СММ-агентства BloggerMaker Agency. Также я являюсь тренером по инстаграм в медиашколе Телеканал 1 плюс 1, частый эксперт по социальным сетям, по инфлюенс-маркетингу, по продвижению в инстаграм на телеканалах разных конференциях и так далее. И также у меня есть курс СММ Википедия, где в течение двух месяцев я обучаю, как взять от инстаграма максимум, который подойдет либо тем, кто хочет зарабатывать здесь, как СММ-менеджер, менеджер по продвижению в соцсетях, либо как, если вы владелец бизнеса, у вас есть профиль вашего бизнеса, который вы сами ведете, то вы также можете прийти ко мне на курс и обучиться всем инструментам развития в инстаграм, для того, чтобы применить у себя и получать максимум клиентов, целый поток создать из инстаграм. Итак, привет всем, кто присоединился, и давайте перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего эфира. И первое, с чего я хочу начать, это тренд на то, что инстаграм, это больше, это даже не то, что тренд, это уже факт, в июле, инстаграм объявил о том, что он уже не платформа для фотоконтента, а это уже, как бы, она становится видеоплатформой. И, как вы знаете, год назад инстаграм ввел еще один формат видео Reels, это короткие 30-секундные ролики по типу ТикТока. У нас, правда, еще не у всех аккаунтов доступны Reels официально, но есть одна лазейка, можете мне написать на блогер-мейк, я вам скину свое видео, Reels тоже видео, как подключить Reels, если они у вас еще не открыты. Можно, как бы, обхитрить, взломать немножко инстаграм, потому что Reels видео сейчас набирают очень хороший охват, инстаграм их классно продвигает, и они набирают даже часто больше, чем обычные посты в ленте. Так что пользуйтесь пока, еще они не всем доступны, еще там конкуренции не так много. Так вот, получается, помимо Reels, вот буквально на этой неделе я оглашала также у себя в блогер-мейкере, в сторис, что инстаграм вводит еще один формат видеоконтента, который будет называться инстаграм-видео. Это будет, как бы, такое преображение IGTV, инстаграм-тиви, но чем они будут отличаться от IGTV, это то, что будет превью в ленте уже не 15 секунд, как сейчас, а 60, плюс будет возможность обрезать видео и наложить фильтры прям при публикации, также можно будет, наконец-таки, отмечать людей и локацию, и также вот эта самая важная часть, что будет встроена реклама в этом видео, и инстаграм планирует 55% от своего заработка, от рекламы, отдавать обратно авторам. То есть получится такая система модернизации видео, как на YouTube. Во время видео будет реклама выскакивать, и авторы этих видео будут зарабатывать от просмотров своих видео, ну, точнее, от просмотров рекламы своих видео. Так что это, как бы, полноценный такой видеоформат, который будет набирать обороты, поэтому если вы все еще делаете фотопосты, конечно, фотопосты останутся, их не так быстро уберут, но в целом вот даже общая статистика соцсетей – это то, что 82% контента в 2022 уже будет в видеоформате, и инстаграм к этому тоже стремится, поэтому максимально переводит все в формат видео. Это и, как я говорила, первый, ну, тоже еще новый формат у нас – это Reels, и вот это новое инстаграм-видео, ну, и плюс остаются сториз и прямые эфиры. Сториз – здесь тоже определенные есть тренды. Во-первых, то, что нужно как можно больше, ну, тенденция к тому, чтобы сториз были не просто обычным рассказом, а имели вовлечение больше через геймификацию. То есть это вот разные там опросники, викторины, какие-то, знаете, заскринь, когда там барабан крутится, и там пожелания себе надень и так далее. То есть чем больше вы вставляете разных стикеров в сториз, которые обеспечивают вот это самое взаимодействие с вашими зрителями, тем лучше. Ну, и, соответственно, инстаграм тоже расширяет охват этих сториз. И если раньше примерно охват сториз был там плюс-минус одинаковый, ну, пускай там три тысячи, да, смотрят сториз людей, то сейчас очень сильно охват колеблется в зависимости от того, насколько сториз эти заходят вашим первым пользователям, первым вашим подписчикам, которые посмотрели эти сториз. То есть если подписчики видят, что сториз неинтересные, они перестают смотреть, и сториз быстро сразу теряет охват. Это может быть не три тысячи, а там один день может быть и пять тысяч, когда сториз у вас классные, интересные, а другой день там пятьсот, когда вы начали с какой-то рекламы очень такой в лоб, и сразу же резко занижаются охваты сториз. Вот. И насчет сториз еще момент, что используйте фильтры, точнее маски дополненной реальности, и разрабатывайте свои, и это, ну, классно маски делать не просто, особенно для коммерческих аккаунтов, не просто там, чтобы, ну, там, как-то лицо украшало, улучшало, как-то там увеличивало губы или глаза, а, допустим, чтобы эти маски давали возможность попробовать ваш продукт, ну, в кавычках попробовать. Например, там, если вы продаете очки, чтобы можно было примерить разные виды оправ очков. Если вы продаете мебель, то чтобы ваш товар можно было примерить в интерьер своей комнаты. Или, например, есть там одежду тоже, чтобы ее можно было прям примерить, чтобы таким образом, как бы, провоцировать, мотивировать людей покупать. Касательно формата прямых эфиров, то здесь также есть тренд на то, чтобы эти прямые эфиры были не одиночные, вот как у меня сейчас, а чтобы были с гостями двойные, тройные, или максимум можно сейчас проводить на четыре человека прямой эфир. Кстати, прямые эфиры, это сейчас Инстаграм дает самую большую длительность видео, дает прямым эфиром. Можно до четырех часов проводить прямой эфир и потом его выгружать в ленту. Если вы просто хотите залить видео в ленту, то, ну, пока еще в формате IGTV у меня еще не появилось Инстаграм-видео, хотя у одного из моих клиентов по СММ уже в профиле подключились, ну, то есть поменялось Инстаграм-видео, это такая вот иконка внизу, где у нас там плюсик, ну и так далее. Вот там сейчас, а, нет, точнее, не внизу, а сверху над фотографиями, где сейчас есть там посты, IGTV, гайды, отмеченные, вот там появляется такая прямоугольная иконка видео. Так вот, не знаю, как будет видео, но сейчас IGTV можно загружать с телефона до 15 минут, с десктопной версии, то есть компьютера или ноутбука, до часу, а если это эфир, то можно его выгрузить аж до четырех часов. Вот, поэтому первый тренд, еще раз подсуммируем, он у нас самый длинный получился, это как раз-таки переход на видеоформат, а видеоформата сейчас в Инстаграме есть четыре. Это Reels, аналог ТикТока, который, ну, Инстаграм взял у ТикТока, да, короткие видео до 30 секунд, напишите мне, я вам скину инструкцию, как их подключить, если у вас они еще не активированы. Инстаграм-видео, новый формат, который будет, как, ну, немножко видоизмененным IGTV. сториз и прямые эфиры. Идем дальше. Второй тренд это на то, чтобы показывать в Инстаграм, транслировать реальную жизнь вместо просто красивой картинки. Я думаю, многие наблюдали за там разводами топовых блогеров и в этом году, и в прошлом, и вот эта вот вся идеальная инстаграмная картинка рушится. И сейчас тренд на то, чтобы, на искренность, чтобы не показывать все в розовых очках, потому что, ну, в этом уже чувствуется некое, ну, такое лицемерие, неправда, и рассказывать не только о положительном и о самом там успешном успехе, а, ну, делиться настоящими эмоциями, чувствами, переживаниями. Таким образом, люди с вами будут больше, ну, сопоставлять себя, видеть в ваших ситуациях свои ситуации, и это им будет ближе, чем наблюдать за какой-то там, знаете, Инстаграм-картинкой звёзд, у которых идеальные дети, идеальный муж, и всё мега-идеальное, просто в розовом цвете всё. Следующий тренд, это такой уже более технический, это о том, что классно использовать, если вы всё ещё пишете текстовые посты, наверняка вы так быстро от них не уйдёте, ну, например, на блогер-мейкере в своей инсташколе я чередую текстовый пост с видео, то есть там в шахматном порядке идёт текст-видео, текст-видео, и видео это может быть либо эфир, опять же, либо hdv, либо там короткий видеопост, рилс, это как отдельной лентой получается. Так вот, текстовые посты классно делать с каруселью, и в эту карусель можно помещать не только фотографии, а и текст, ну, такие короткие, какую-то инфографику или короткие фразы, которые можно будет листать, и это как, ну, как одна общая история, для того, что, ну, самое интересное в конце, естественно, или, допустим, если вы пишете там список чего-то, то классно делать не просто в тексте написать, а и в фотографиях, потому что сейчас всё идёт к тому, чтобы, и это следующий тренд, к быстрому восприятию информации, то есть люди уже не хотят задерживаться, вникать в длинные тексты, у них, ну, настолько большая конкуренция в Инстаграме, настолько, в принципе, большой вот такой поток информации у нас, что люди читают одни места, ну, так по диагонали просто просматривают, а не вчитываются, поэтому вместо длинного текста поста лучше, ну, то есть можно написать и длинный текст, но и подать его в более простой форме, как там основные фразы на слайдах, в карусели. В карусели, напомню, можно до 10 фотографий вставлять, и можно и видео до минуты вставлять таким образом, или просто текстовые посты писать. Также вот это вот быстрое переключение внимания, это уже какой-то четвертый, наверное, тренд у нас, это касается и оформления Инстаграма. Кто из вас заходил в мою Инсташколу блогер-мейкер или там читали мой пост знакомства, где у меня на фотографии этого поста аватарка моей Инсташколы, я там блогеродица с ним вам на голове, я в руках держу Инстаграм, и это концепция моего блога, такая необычная, провокационная, религиозная, то есть я подаю информацию о продвижении в Инстаграм нетривиально через призму религии, ну, то есть я там блогеродица, там есть как бы моё альтер-эго, это там дьяволица Лили, богиня Лили, и это такой формат инфотеймента, когда информация объединяется с интертейментом, с развлечением, то есть у меня не сухой пост об СММ, а подано это либо в формате там истории какой-то прикольной, либо вот диалога этой дьяволицы, богини и дьяволицы, либо там, ну, там есть определенный тон оф вось, я там вообще заморочилась, и визуал там тоже своеобразный, и это все для того, чтобы выделиться на фоне конкурентов, и вам в ваших блогах или в ваших бизнес-профилях мы разрабатываем вот подобные концепции, это не обязательно там должен быть такой визуал, но просто чтобы и ваша подача, способ подачи информации выделялся среди ваших коллег или конкурентов, потому что, опять же, люди делают вывод о вашем профиле, вот так просто зайдя и по диагонали посмотрев буквально там секунда, если ничего не привлекло их внимание, если он очередной профиль об СММ, то они с таким же успехом его закрыли, пошли дальше и забыли вообще, а когда у вас сразу сходу какая-то яркая аватарка, необычное описание, у меня там, допустим, написано там, по утрам здесь молятся постами, или там храм блогерства, а не школа СММ, да, то это привлекает, это запоминается, поэтому важно, вот учитывая вот это вот быстрое поглощение контента, важно выделяться и на этапе оформления профиля, и на этапе уже создания контента, чтобы у вас вот сториз, допустим, если вы делаете, то не нужно писать там миллион текстов, нужно как бы буквально одна сториз, одна фраза, чтобы вот человек увидел, раз он там, ну и дальше ему было интересно смотреть, чтобы она, естественно, первая должна вовлекать, там стикеры разные добавлять, вот, но чтобы люди уже не вникают, не вчитываются, а вот когда нужно реально поддать больше информации, sorry, лучше использовать формат видео, потому что видео все-таки удерживает внимание лучше, чем статичный пост. Так, идем дальше. Следующий, это уже предпоследний, у меня здесь конспект, тренд 2022 года, это сотрудничество с нано- и микроинфлюенсерами. То есть сейчас уже большинство компаний, сейчас даже скажу, сколько, 77% маркетологов в 2022 году хотят работать с микроинфлюенсерами больше, чем с селебрити, потому что люди понимают, что у микроинфлюенсеров, ну, конечно, микро, это называется так, где-то до 100 тысяч подписчиков, это все считается микро, до 50 тысяч, это даже нано, уже инфлюенсеры. Но суть в том, что с ними работать выгоднее, в том плане, что, ну, во-первых, и цены ниже, у них меньше рекламы, и вот у топовых блогеров есть уже такое понятие, у их подписчиков, как реклама и слепота, это когда настолько много рекламы, что уже подписчики даже не замечают и быстро пролистывают ее. А у нано и микроинфлюенсеров все-таки еще, они, во-первых, уделяют внимание более красивой, нативной подаче рекламы, потому что у них ее не так много, и они все-таки запариваются над тем, чтобы красиво снять рекламу, все рассказать там по ТЗ и так далее. Ну и плюс, они чаще отвечают на комментарии, они в директе лучше отвечают, там репостят, если их где-то отметили в сториз, поэтому у них как бы связь с подписчиками плотнее, ну ближе, и из-за этого бренды предпочитают сотрудничать, будут предпочитать, и вот сейчас уже к этому все идет, с нано и микроинфлюенсерами, чем с такими звездами, у которых очень дорого стоит рекламная интеграция, при этом эффективность ее хуже. Вывод, например, если у вас там есть, ну не знаю, там 5000 долларов, лучше взять рекламу не у одного блогера, у которого реклама стоит 5000, а взять, например, у 10 по 500 долларов, у 10 более мелких блогеров, потому что так вы и диверсифицируете риски, потому что мало ли у того крупного блогера может там что-то случиться, как-то не зайти реклама, а здесь все-таки вы себя как-то подстраховываете, и чем меньше количество подписчиков у блогера, тем у него аудитория более лояльная обычно. И последний тренд, о котором я вам хотела сегодня рассказать, это то, что Инстаграм и в целом социальные сети становятся полноценной платформой для шоппинга. Сейчас, конечно, в Украине еще не подключены шоппинг-теги, и в Америке уже абсолютно спокойно люди покупают товары, не выходя из Инстаграм, через Инстаграм-чеккаут, прямо вот в Инстаграм есть возможность оплатить привязанной картой, и там им автоматически доставляет, ну, потом эта информация, приходит к компании и им доставляет эти товары. У нас еще не подключена функция шоппинг-тегов, но в целом все идет к тому, что интернет-магазины отмирают, потому что люди уже и ищут товары через Инстаграм в многих случаях, особенно это касается одежды, бьюти-сферы. Сейчас уже скорее не в Гугл будут вбивать, там, например, ну, не знаю, там, маникюр-позняки, например, я живу на позняках в Киеве, а уже будут просто вбивать, там, по хэштегу, например, маникюр-позняки в Инстаграм, или просто вбивать, там, через первую строчку. Я думаю, многие из вас тоже наверняка не только сидят здесь для того, чтобы смотреть своих друзей, а и когда хотят, там, что-то из обновок одежды, косметики, бьюти-услуг, тоже сразу гуглят прямо внутри Инстаграма, в поиске Инстаграма. Кстати, для этого нужно грамотно оформить первую строчку, которая жирная строчка под аватаркой, для того, чтобы, потому что ее индексируют в поиске Инстаграма, для того, чтобы вы высвечивались по нужным вам ключевым словам. И в целом, как оформить шапку профиля, чтобы он был вашей визиткой, я рассказывала в одном из недавних видео в блогер-мейкере, так что переходите туда и смотрите его. Так, в целом это все. Вот 7 наших трендов, которые будут актуальными в течение 2022 года. И если у вас есть вопросы, можете задавать их либо сейчас, либо потом пишите мне в директ. Я отвечаю, веду блогер-мейкер сама, ну, точнее, у меня есть команда, но доступ к профилю, к директу, к комментариям только у меня, поэтому я всем отвечаю и буду рада познакомиться с вами поближе. И напомню, что у меня в блогер-мейкере есть море просто бесплатных постов, информации, полезных для оформления и продвижения вашего Инстаграма. Я там каждый день в сторис сдаю полезные лайфхаки, снимаю рилс-советы по Инстаграм, посты пишу, видео снимаю, поэтому присоединяйтесь, буду рада вас видеть. А те, кто хочет просто взять от Инстаграм максимум и научиться использовать все его инструменты для того, чтобы зарабатывать классно в Инстаграм или в своем бизнесе и получать клиентов через Инстаграм, то приглашаю на мой курс SMM Википедия. Третий поток стартует уже 2 ноября, и там мы в течение двух месяцев будем прям очень плотно с вами работать. Видео-уроки, там больше 15 часов видео, каждую неделю открывается новый модуль, всего 8 у нас модулей. Первая часть по оформлению Инстаграма, профиля, а вторая часть по продвижению. И что отличает мой курс от, ну, помимо того, что он, в принципе, мега, ну, самый основательный, на мой взгляд. Я прошла очень много обучения по Инстаграму, я знаю всех, кто проводит это обучение. Так вот, я смело могу сказать, что это просто курс номер один. И что еще я добавила вот в этом новом потоке, это поддержка не только во время курса, а еще аж до года после окончания курса. поддержка, это имеется в виду то, что вы будете и в чате участника, куда можете задать вопрос, и плюс у вас остается доступ к нашим еженедельным созвоном в Zoom вопрос-ответ, где вы можете задавать мне вопросы, которые возникают у вас не только во время прохождения курса, а и целый год, ну, там, в зависимости от тарифа, от трех месяцев до года, после его окончания. Это, мне кажется, я такого не встречала нигде, и, ну, реально это очень ценно, когда вас не бросают после окончания курса, а вот вы... Я заинтересована в том, чтобы вы его воплотили, все, что узнаете, все знания, воплотили в жизнь, и чтобы вы классно вели другие профили, если хотите обучиться профессии SMM, чтобы мои ученики были успешными, зарабатывали. А если вы для себя, для своего блога или там профиля вашего бизнеса, то, чтобы у вас это все как часы работало, чтобы вы отсюда получали клиентов, потому что реально в Инстаграм все, если еще не все, то все придут, и кто здесь лучше себя подаст, знаете, как бывает, вот, допустим, ну, там, среди врачей я такое встречала, что бывает там у врача столько там регалий, конференций, он там мега-классный, опытный и так далее, и есть его коллега, который менее опытный, где-то, может, чего-то не знает, но он так классно себя продает, у него социальные сети очень качественные, да, он там транслирует, что он там такой классный эксперт и так далее, и у этого коллеги его будет намного больше клиентов, больше заработка, и в итоге он обучится всему тому, что знал и тот, ну, а тот вот такой с морем разных наград, опыта и так далее, из-за того, что не умеет себя просто продавать, он себе будет сидеть и говорить, что в медицине невозможно заработать, ну, я имею в виду обычную медицину, не офтальмонологию, не пластику, не что там ещё, стоматологию обычную, и у меня были такие клиенты, с которыми мы начали работать в Инстаграме, у них всё пошло очень хорошо. Так, стоимость курса, спрашивают, смотрите, там есть три разных стоимости в зависимости от тарифа, от 250 долларов до 750, это за всё, и причём, ну, это из-за сопровождения, и у меня на курсе нет пока кураторов, то есть все тарифы веду я сама, я отвечаю в чате, я провожу созвоны, и в двух последних пакетах есть полный доступ ко мне, 24 на 7, со всеми вопросами, можете звонить в любое время и всё, что угодно спрашивать. Вот, и не знаю, актуально ли сейчас говорить, я вообще до, вот, ну, до воскресенья, до сегодня, со среды, давала скидку на курс 30%, на сайте её нету, это как бы только, там, для тех, я в сторис у себя давала скидку, для тех, кто досмотрел там до конца сторис, в один день давала её, вот, так что, ну, если вы успеете, можете, если сегодня успеете купить курс, то можете воспользоваться этой скидкой, просто напишите мне какой тариф хотите и вот там скидку на то, что начинается со 2 ноября, вот, ну, не знаю, если вы прям сильно хотите, ну, нужно там собрать эту сумму, то можете, в принципе, я могу вам продлить там на день или два, ну, просто из-за того, что вы поздно узнали об этой скидке, вот, так что, надеюсь, вам было сегодня полезно, я вам желаю развития в Инстаграм, чтобы этот марафон вам был полезным, но, знаете, если вы хотите прям серьезно изучить Инстаграм, то все же просто участие в марафоне недостаточно, потому что здесь, конечно, классные спикеры собрались, мои коллеги, но все же каждый здесь презентует себя для, знаете, более, ну, такого уже подробного, подробной работы впоследствии, так что вы просто присмотритесь, кто из спикеров вам импонирует, и к ним приходите уже на такое более грунтовное навчание, я кто кажеть, у меня, кстати, на каждом потоке есть ребята с марафонов, я сейчас активно участвую в разных марафонах, возможно, вы видели меня и в других марафонах по СММ, вот, так что буду рада вас видеть, и будем закругляться, спасибо за ваше внимание, те, кто присутствовал на эфире, те, кто посмотрит в записи, и до встречи в блогер-мейкере, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok